Пусть у нас есть случайная величина x, которая принимает неотрицательное значение Вы можете думать, что у нас просто есть величина, вот это самое xn, число успеха И если число a неотрицательное, положить это число, просто число То есть это случайная величина, а это число Тогда вероятность того, что x больше равного a, не поимосходит математическому ожиданию x разделить на a Вот как это осознать вероятность? Вот я помню как-то, я когда, значит, много лет назад, вел занятие противовероятности социологов А там было такое специфическое отношение к математике, для них это тяжелый круг Вот, и там от нас было рассказывать о Раисе Чебышове Ну и как объяснить? Ну вот как объяснить? Представьте, что вы в беспройкошной батарее участвуете, ну совсем беспройкошной батареи, даже денег за билет не платите Вот, и выигрываете в среднем рублю То спрашивается, какая вероятность, что очередной раз вы выиграете больше тысячи рублей Значит, ну вот ответ билет В качестве a надо взять тысячу, средний это вот здесь на 1 рубль И получается, что вероятность превосходит на 1 тысячу Ну вот я когда-нибудь такое рассказал, я помню после занятия один социолог будущий подходит, говорит Вы, говорит, в казино не играете А вы, говорит, пойдемте Я, говорит, познакомлюсь с людьми Вот такое полезное нерази Чебышово, оно очевидное Почему? Потому что, ну вот смотрите, у нас же с вами известно, что такое математическое ожидание Это сумма значений на вероятность Так, ну давайте от этих значений оставим только ту часть, в которой значение не меньше a То есть сложим потенку житую, что x отомена житая больше либо а Но а будет уже неразиным, почему? Потому что я какие-то слагаемые, возможно, выбросил Но у меня x не отрицательное значение принимает, поэтому если я и выбросил, то что-то не отрицательное Значит, у меня сумма только что уменьшится Ну теперь смотрите Вот эти величины больше или равны a Значит, если я возьму вот, уберу этот множитель и заменю его a То опять что произойдет? Не увеличьте Но после того, как я так сделаю, у меня получится a умножить на что? На вероятность тех исходов, у которых значение больше или равны a Но это и есть вероятность того, что x больше или равны a Ну теперь если на a разделить, получится нерази Чебышово Ну вот теперь у нас все заготовлено для того, чтобы понять, что же происходит в чистоту успеха А правда, что его иногда называют неравенство Маркова? Да, не только правда, а это просто бич В связи с тем, что здесь дискретная математика, есть теория вероятности, есть еще теория меры Есть даже, вот мы сейчас, ну я сейчас напишу еще одно неравенство и это комментирую, ладно? Потому что оно тоже имеет отношение к этому спору Значит, вот следствие неравенства Чебышово Я напишу и мы осознаем, почему это так Если из x вычется математическое ожидание x То вероятность того, что это больше a Нет у вас стоит дисперсия x разделить на a в квадрате Спрашивается, как вот из того неравенства это получилось? Ну очень просто, смотрите, это неравенство то же самое, что Это в квадрате больше, главное, а в квадрате Главное? Ну, это написать для положительных чисел, что 1 большего круга, все равно, что написать, что треть квадрата А если тебе применить неравенство Чебышово, то что получится? Получится, что это оценивается вероятность такого Математическим ожиданием x минус, ожиданием x в квадрате разделить на a в квадрате Ну а это в чистом виде что там? Дисперсия Значит, вот это неравенство следует из того Так вот, наперебой, значит, вот это неравенство, вот это величайно Одно из них неравенство Чебышово, а другое неравенство Махта Но, значит, насколько я понимаю, ну, Чебышов все-таки пораньше Махта был И он, скорее всего, писал эти, я вам это точно сказать не могу, но я думаю, что он писал эти неравенства в теории чисел Прежде всего, или в теории вероятностей Вот, но в дискретной математике почему-то иногда вот то неравенство называют неравенством Чебышово А это называют неравенством Махта Либо оба называют неравенством Махта Но при этом в теории вероятностей и в теории неравенством Махта Это все-таки называют неравенством Чебышово Вот, но по поводу этого есть еще комментарий такой, что самого Чебышова иногда называют Чебышево Потому что, ну, в современном написании у ЙО не обозначается Наоборот, в древнем написании Буква ЙО, она возникла недавно Ну, это все Буква ЙО постепенно возникает, а не исчезает Но в печатных текстах это все Она сейчас возникает Да? Да Но мне кажется, что сейчас она как-то так вот Нет, наоборот, она сейчас возникает Буква ЙО, она как раз недавнего изобретения Люди еще не вышли во вкус Да Через сто лет со всем войдут Да, но вот Чебышов успел заранее, значит, приобрести себя Да, конечно Но вот, а поскольку это кто пишется, то нет, то вот его иногда Чебышев, но он именно Чебышов